МАТВЕЙ СТАТИВКО Матвель появился в Калифорнии в 50-е годы прошлого века. В его основу лег стрелковый опыт и навыки воинов, прошедших Вторую мировую войну и локальные вооруженные конфликты. Сегодня представительство IPSC есть более чем в 100 странах, в том числе и в Молдове. Через руки Матвея прошли десятки, если не сотни курсантов. На этот раз его подопечными станут два журналиста – мужчина и женщина. Базовый курс длится два дня, по 6 часов каждый. Итак, день первый. Ну, я тут вклинюсь. Задача стоит не только перед Матвеем обучить нас, но и перед студентами. Убедиться на практике, есть ли отличия в отношении к оружию и во владении им между мужчиной и женщиной. Битва палов, так сказать. Проблемы начинаются сразу. Ремень с кобурой должен сидеть на бедрах. На мужских он держится, не шлахнувшись. На женских предательски сползает к талии. Вот вам и первое препятствие. Курс начинается с полуторачасовой лекции. Матвей буквально вдалкивает в голову правила безопасного обращения с оружием. На этом построено все обучение. Он это может, умеет и любит. Вдалкивать. При этом в выражениях он, как правило, не стесняется и не церемонится. Главный посыл – в практической стрельбе четыре базовых правила, которые надо помнить, как отчий наш. Они гласят. Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять. Перед тем, как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед мишенью и за ней. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень. Если мы не положим палец на спусковый крючок, у нас выстрела не произойдет. При всех манипуляциях у нас палец, заряжание оружия, разряжание оружия, смену магазина мы делаем. Все, что мы делаем, у нас палец находится здесь, на предмогринском бете. Передвигаемся мы с оружием вправо, влево, что-либо мы делаем, у нас всегда палец находится здесь. Как только мы прицелились, вот тогда мы можем положить палец на спусковый крючок, произвести серию выстрелов, убрать палец и дальше опять делать все манипуляции с оружием. После теории переходит черед практики. В первую очередь курсанта учит правильно держать пистолет. Хвант дается нелегко и не сразу. Пальцы отказываются слушаться и никак не понимаешь, то ли их многовато, то ли маловато. Ну и еще одно препятствие. Оставить кобуру там, где ей полагается, то есть строго на боку, никак не получается. Приходится сдвигать вперед. Матвей, правда, не запрещает. Устройство оружия также познается в ходе практических занятий. Так оно точно запомнится. А это что за пимпочка? Вот это. Круто. Вслед за формированием хвата инструктор показывает, как правильно извлекать оружие из кобуры и нажимать на спусковой крючок. Матвей настойчиво рекомендует не путать его с курком. Подошло время впервые снарядить магазины. У каждого курсанта, как правило, два. Патронов на весь курс требуется не менее 250. На каждого ученика. Отлично. Так пять патронов. Хотя стрельба не бокс, беззащитных приспособлений на территорию тира не пускают. И это не бронежилеты. Стрелок обязан иметь при себе очки и беруши. Мои очки, кстати, вполне сошли за защитные, чему я немало удивилась. Глаза дают содержать жизнь. И мы должны их оберегать. Возможно, какие. Если у нас, значит, и металлические мишени стоят, то при производстве выстрела, значит, после выстрела могут отшметки, оболочки отлетать. Бывает, отлетают прямо назад, параллельно. То есть это, возможно, значит, попадание в тело, это не критично. Попадание в глаза, это может человеку лишиться зрения. Слух не восстанавливается. То есть каждый выстрел – это удар по слуховому аппарату. Каждый выстрел садит наш слух. Поэтому наушники беруши обязательно. Первые выстрелы курсантов. Матвей хочет знать их начальный уровень. И Лена показывает более чем достойный результат. Инструктор явно довольно удивительным. Буковку «А» убила. Попала именно туда, куда бы я ни попал в жизнь. Это с перепугу. Спасибо. Я очень рад, что у тебя нету ошибки. У тебя железный низ и золотая голова. Результат второго курсанта намного хуже. Он постоянно дергает спуск, за что и получает втык. Кстати, за оба дня это повторится не раз и не два. Плавненько тяни. Плавненько, плавно, в два раза медленнее. Саша, в два раза медленнее тяни спуск. Ты его дергаешь. В три раза медленнее тяни. В три раза медленнее. Время летит быстро. На часах уже два часа дня. Предстоит стрелять в серию от двух до шести выстрелов. Работа инструктора дает о себе знать. Саша, работаем. Хорошо. Последнее упражнение первого дня занятий – стрельба в перемещении. Для этого сооружаются специальные порты, своего рода бойницы. Они служат прообразом полноценных конструкций, которые обычно возводятся на соревнованиях. Стрелку надо точно поразить все мишени за минимальное время, и счет идет на сотые секунды. Мишени при этом могут быть бумажными или металлическими, неподвижными, падающими и качающимися. Мишени при этом могут быть бумажными. Хорошо. Первый день закончен. Курсанты делятся впечатлениями. Мне все понравилось, только я думаю, какого я взвезла в это дело в ужасе. Понял, что это не просто стрельба, еще нужно будет бегать, что-то там, где-то там приседать, целиться. В общем, это оказалось намного сложнее, но намного интереснее. Но, конечно, ко второй полдня я просто выдохлась. Я не на дальней дистанции бегу. Вот я меня долго пытал, боюсь ли я оружия, нет ли у меня ужаса, нет ли у меня еще чего-то. Потому что у меня есть голова, поэтому я не боюсь оружия абсолютно. Я понимаю, что я в сторону человека никогда не направлю. И, наверное, спокойствие какое-то внутреннее есть. С другой стороны, у женщины должны быть навыки, которых не всегда ожидают мужчины. Это очень хорошо, это очень сильно бьет. И когда в чем-то там... Понятно, мы никогда, ну, физически невозможно женщине быть равной с мужчиной. И есть что-то, что органично смотрится женщиной, что-то не очень. Ну, это такое, это как реаль в кустах. Хорошая такая штука, сильная. Поначалу звук выстрелов меня вывел в состояние равновесия. То есть у меня было состояние первоклассника, который не понимал, что происходит. Может быть, сама атмосфера, сама ответственность, может быть, лекция, которую прочитал Матвей в начале, может быть, она оказала такое влияние. Но я реально, у меня первые полтора-два часа мне дрожали руки. Пули летели непонятно куда. Потом, благодаря внушениям ребят и воин Андрей успокоился. Особенно, когда пошли двойки, вроде бы результат выровнялся. То есть это был второй этап. Третий этап был головокружение от успехов. То есть я посчитал, что все, я чемпион, а все могу. И в результате пули летели не совсем туда, куда надо было. День второй. Десять часов утра, тепло и солнечно. Оба курсанта в приподнятом настроении, оба ждут стрель. Но до них далеко. Занятие начинается со специальной зарядки. Ствол пистолета при этом должен смотреть строго в направлении защитного вала. Смотрит ствол куда угодно, но только не на вал. Ну и уже не пальцев много-мало, а руки непонятно откуда растут. Настроение у курсанта все еще приподнятое. На очереди навык правильной смены магазинов. Мне трудно, да, эту кнопку нажать? Я подтягиваю этот палец и подтягиваю, как бы, видишь, оружие. Ага, импульсационный палец. И у меня происходит смена магазина. То есть здесь я отработал, потянул этот палец, видишь, сделал смену магазина, ставил. Вот зачем-то средний палец. Если стрелять не получается, просто вот так его вниз опусти, а потом подни, видишь, а потом, видишь, уставил, и будет работать. Наконец-то подходит черед стрельбы. Но опять неожиданность. Стрелять приходится с одной руки. Более того, поочередно перекладывая оружие из сильной в слабую. Главная проблема. Курсанты, как говорят стрелки, часто пробуют спуск, резко нажимая на крючок. Плавно, плавно, хорошо. Пальчик убрала. Подтянула, посмотрела, да? Угу. Давай дальше. Дернула. Пальчик убрала. Опускай руку. Чтобы рука у тебя не уставала. Видишь? Дернула. Просто дернула. Плавный спуск отрабатывай. Ага, плавненько. Двумя руками держать пистолет еще можно. А в одной он явно начинает жить своей жизнью. Понимаешь, промахиваться даже нельзя. Отлично. Только плавный спуск и все. Вот тебе импульс головы. Только плавный спуск. Только плавный спуск и все. Больше не о чем думать не надо. Отлично. Подъезжай. Начинаются сложности. Предстоит стрельба серии по два выстрела. Мишеней три. И расположены они на разном удалении от стрелка. Разряжай. Разряжено. Контрольный спуск. Кабуру. Либо ты прожигаешь пустую патрон и получаешь плохое настроение. Либо ты берешься в руки и плавненько отрабатываешь спуск и попадаешь. Попасть в мишени очень сложно из-за их расположения на разном расстоянии. В те, что подальше – запросто. В те, что поближе – ну никак. И все мимо. Дура, значит. Главный спуск. Смена магазина. Что ты дергать начала? Да вроде я не дергаю. Я вроде пытаюсь. Нет, так ты не настроена на стрельбу вообще сейчас. У тебя есть тема, у тебя есть чем поговорить, у тебя есть отличие. Потом ты выходишь и думаешь, что так все просто легко. Я направил, я стрелил и я все готово. Да не думай так, не пилите меня. Ну а как ты думаешь? Матвей снаряжает магазин боевыми патронами и холостыми, так называемыми пустышками. Это должно помочь. Ты видишь, как дергнула? Я испугала. Руки пошли, видела как? Да. Давай дальше. Где оно вообще? Нормально. Вот, не видишь? Ты нажала спусковой крючок, у тебя как вкопа наружу стояла. А до этого что было? Ты еще успокоилась. А я же тебе о чем и говорю. Я тебе говорю, что от головы все идет. Затем следует серия из пяти выстрелов по одной мишени, в движении вперед и назад. Перемещаться при этом надо плавно, фактически катиться как колобок. Удерживая прицел в центре мишени. Получается не очень. Пряник в виде разговора и попытки мягко достучаться до разума курсанта меняется на кнут. Жесткий разнос со стороны инструктора. В зоне А ходя, представьте, плавно нажал спуск. Не дергай спуск. Понял. Вы мне с этим спуском за***ли сегодня все. Вчера было все нормально. Доходит, чего же хочет от нас Матвей после его очередного образного опуса. Представьте себе, что перед вами мечта. И она спит. К ней надо подобраться так тихо, чтобы ее не разбудить и, перефразируя, украсть. Просто отработай спуск плавно и все. У тебя в зоне А ходит прицельное приспособление. Расстояние здесь 5 метров. Словесный кнут начинает действовать. Правы все-таки классики домостроя. Именно битье определяет сознание. Молодец. Вот другое дело. Другое дело. Справился. Один только я куда-то общаю. Молодец. Завершающий элемент курса. По сигналу таймера выхватывания оружия из кобуры и стрельба по мишени. Патрон в патроннике. Пистолет снят с предохранителя. Счет идет на сотые секунды. Хорошо. Одна пятьдесят четыре. Дальше сорок. Пальчик. Одна пятнадцать. Зато по альфе. У Саши итоговое время меньше секунды. У меня одна двадцать. Это так. Для информации. Чтобы неповадно было. Финишная прямая. Обважение называется билд-дрил. Аналогия с дрелью не случайна. В серии шесть выстрелов. И предстоит сделать по шесть подходов. Можно и больше. Все зависит от количества патронов и свободных средств на их покупку. Цена пять ле за штуку. Разряжай. Томатикам. Это бригадил. Разряжай. Пооборот. Где тринадцать? Отлично. Искрытый пошлет. Ну, вот и все. Подводятся итоги. Разделять мужчину и женщину было бы неправильно. Можно разделять людей, думающих и недумающих. Можно разделять людей, которые во время курса расслабляются, потом включаются. Кто-то работает с полной отдачей. Кого-то нужно подстегивать, подергивать, чтобы включил голову. Поэтому все идет от головы. Когда вы пришли на курс и мы говорили о том, что вы будете делать. Я вам говорил, что вы будете делать в конце курса. Я видел удивление в ваших глазах. Особенно в твоих. Поэтому то, что в конце я увидел, то, что увидели вы, то есть результат – это вот той работы, которую мы проделали вместе. На самом деле Матвей просто заметил те черты характера, которые мне удается очень хорошо уже скрывать на телевидении. Потому что с моим диким темпераментом. И мне приходится постоянно на экране изображать себя очень спокойного и взвешенного человека. А у меня, конечно, вот так вот эмоции хлещут. И у меня бы поскакать бы, а тут надо сидеть. Делать такое умудренное опытом лицо, что очень сложно. Но на телевидении я справляюсь. Здесь вот мне приходилось себя брать в руки и пытаться не скакать козой. Разъезжай. Разъезжай. Контрольный спуск. Камеру. В чем я убедился, что та легкость, с которой стреляют ребята – это огромный труд. На самом деле огромный труд. Усталость, недовольство своим результатом, но это в первую очередь тему для меня развиваться дальше. Ну, по весне, наверное, я приобрету оружие, начну потихоньку участвовать, пока ходить в тир, дома работать в холостую. Но то, что просто так это дело не оставлю, это точно. У меня слишком много идей и мыслей в голове. И когда ты берешь оружие в руки, тебе нужно вот все это убрать в сторону. И такое, как очищение, да, такое, не миссис и катарсис, вот. И вот ты вот через одно, другое проходишь. И ты отвлекаешь, мозги очень хорошо подчищают мозги. Чистый такой выходишь.